Новости 24. Прямо из дома продолжают эфир телеканала ННТ. С вами Хадижа Курбанова и мы все так же продолжаем работать дистанционно. Прямо сейчас о событиях сегодняшнего дня. Плюс 13 зараженных за сутки. Все они приведены в реанимацию. Среди них есть пациенты немного старше 40 лет. Еще 43 пациента с положительным предтестом ждут ответа из Москвы. Всего обследовано более 3000 человек. Свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено по всей России за минувшие сутки. Большая часть из них выпала на Москву. 697 случаев. Огромную работу сейчас в столице страны проводят врачи, которые работают с больными с утра до ночи, несмотря на высокий риск заражения. Среди тех, кто находится на передовой борьбы с болезнью, есть и наши с вами земляки. Патимат Ханапова связалась с врачом из Дагестана, который сейчас работает в Москве. Ей слово. Абдурашид Саидов работает в Москве давно. Не один десяток лет. Врач широкого профиля. Как отмечают Абдурашид Кромагомедович в столице, теперь все силы направлены на борьбу с новым вирусом. Поэтому все плановые операции отменены. Операционные в клиниках превращают в реанимационные палаты. Врач вышел с нами на связь, несмотря на напряженный график работы, за что мы выражаем ему огромную благодарность. Но сначала давайте послушаем его обращение, которое он записал для своих земляков. Многие из которых по непонятным причинам все еще ведут себя безответственно и не желают верить в наличие вируса. Уважаемые земляки, берегите себя. Сегодня те, кто пренебрегает режимом карантина, режимом профилактики, совершают тягчайший грех перед Всевышним. Зная наши обычаи, вижу особую опасность распространения этой болезни. Тот, кто пренебрегая карантинному режиму, сам того не замечая, принесет этот вирус на джума молитву или на иные общественные места, станет убийцей десятков людей. Берегите своих близких. Да захоронит вас Аллах. Как я уже говорила ранее, мы лично связались с Абдурашидом Саидовым. В беседе он нам поведал о сложностях работы в новых условиях, о тяжело больных и коварной природе вируса. Врач признается, что больше всего душа болит за Дагестан. Он поделился, что боится даже представить, что ожидает республику, если люди также продолжат игнорировать наличие вируса и не перестанут проводить массовые мероприятия. В Дагестане особо слабым, опасным местом являются места скопления людей. Рынки, мечети, свадьбы, тазияты. Где у нас принято подавать руку ни одному, ни двум, ни десятку людей, сотням и тысячам людей при выражении соболезнований. Контакты, воздушно-капельный путь – это есть широчайшая трасса, поток для вируса, для того, чтобы он распространился не на десятки, а на тысячи людей. Я бы попросил дагестанцев воздержаться от свадеб, от массовок, ограничивать тазияты, смс-ками, телефоном. Медики, которые лечат зараженных, вынуждены изолироваться от родных. Наш собеседник не исключение. Абдурашид Куромагомедович признается, что ограничил контакты с семьей, так как может быть переносчиком болезни. Я бы попросил дагестанцев относиться ответственно к этому, беречь себя и других, не подвергать риску ни себя, ни других. Среди зараженных вы спрашиваете, есть ли дагестанцы. Да, в нашей поликлинике одного дагестанца положили из пневмонии, в больнице подтвердился коронавирус. Плюс у меня работал ординатор дагестанец, тоже положительная реакция на коронавирус. Он обслуживал пациентов на дому. Из десяти врачей, работавших в поликлинике, вместе с ним уже заболели двое. Как уже сказал Абдурашид, один из них ординатор дагестанец. Есть и среди заболевших уроженцы республики, однако связаться с больными мы, к сожалению, не смогли. Зараженные находятся в реанимации. Надеемся, пойдут на поправку и уже после расскажут нам о том, как победили заразу. Медицинские учреждения столицы работают в режиме чрезвычайной нагрузки. На передовой, на этом фронте, в войне с невидимым врагом, находится амбулаторно-поликлиническая служба города. Мы с трудом справляемся с увеличивающимся количеством пациентов, которым нужен осмотр или наблюдение на дому. Мы видим, как изо дня в день увеличивается количество вызовов, изо дня в день увеличивается количество пациентов, нуждающихся в госпитализации или в постоянном ежедневном наблюдении на дому. Прежде всего, не могу не отметить то, что некоторые журналисты, аналитики, публицисты долгое время продолжали вводить людей в заблуждение. Мол, коронавирус – это выдумка, провокация, преследующие политические какие-то цели. Некоторые и сегодня продолжают гнуть эту линию. Если допустить, что кто-то специально, как биологическое оружие, запустил этот вирус, выходит, это сделали инопланетяне, марсиане. Ведь нет страны или народа, кого этот вирус обошел. И напоследок, уважаемые дагестанцы, хочется сказать, читайте и слушайте больше ученых, признанных вирусологов, инфекционистов и экономистов. И ограничивайте контакты как с людьми, так и псевдоэкспертами. Опубликован список отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса, и им будут выданы льготы от правительства Российской Федерации. В список попали автомобильные и авиационные перевозки, культура и досуг, организация выставок, фитнес и спорт, туристический бизнес, общепит, салоны красоты, ремонтные работы и другие бытовые услуги. Наиболее пострадавшие от пандемии отрасли могут рассчитывать на особые меры поддержки, сообщается на сайте правительства. Это шесть месяцев отсрочки платежей по всем налогам, по страховым взносам, государственные внебюджетные фонды для микропредприятий, а также по кредитам малым и средним предпринимателям. Также малому и среднему бизнесу пообещали отсрочку по аренде федерального имущества. В течение полугода у них не будет контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок. Тем временем в Дагестане переизбрали главу Унцукульского района. Выборы состоялись накануне решением районных депутатов на муниципальную должность на пятилетний срок вновь избран 57-летний Исанур Магомедов, покинувший этот пост в начале марта 2020 года. Напомним, Исанур Магомедов возглавил Унцукульский район в 2015 году. О том, что ветерану Великой Отечественной войны из Кайтакского района Минатуле до Итову необходим противопролежневый матрас, и о том, что у родных возникают сложности с его получением, активисты ОНФ узнали в ходе проведенного мониторинга в рамках проекта «Забота о ветеранах». Когда необходимые документы были оформлены, оказалось, что пожилому человеку положено имболидное кресло. Однако из-за ограничения движения в связи с коронавирусом возникла сложность доставки средств реабилитации. Помочь вызвались члены общественного совета при МВД по Дагестану. Ветеран поблагодарил за жизненно необходимый ему матрас, но от кресла отказался, отметив, что может прекрасно передвигаться самостоятельно. Активисты ОНФ уже знают, кому из нуждающихся передадут кресло в ближайшее время. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях, а также не переключайтесь и сидите дома. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok